На сегодня надо просто признать, что начался новый виток холодной войны или холодная война в версии 2.0. Буквально несколько дней назад депутаты Государственной Думы экстренно в течение одного дня приняли закон, согласно которому государственный долг Кубы в размере более чем 30 миллиардов долларов списывается. Все это делается в преддверии поездки президента на Кубу. И в целом та эскалация, та риторика, которая сегодня возвращается в средства массовой информации, говорит о том, что действительно, да, начинается новый виток холодной войны. К чему это приведет, в чьих интересах? Конечно, и военная отрасль в России, и военная отрасль в Соединенных Штатах, они получат гораздо большее финансирование, нежели раньше. Очевидно, что те люди, которые зарабатывают большие деньги на поставках оружия, на их разработки, продажи, на их производстве, они выиграют. Простое мирное население и в одной стране, и в другой, конечно же, будут проигрывать, потому что чем больше будет тратиться на вооружение, тем меньше будет тратиться денег на социальную сферу, на улучшение жизни простых людей. Насколько это оправданно, наверное, решать большим политикам и тем людям, которые отвечают за нашу страну, не нам. Но, конечно, в любом случае, если выбрать более высокий уровень дохода, но большие риски в последующем при снижении обороноспособности страны, либо усилении обороноспособности страны, и в целом защита от внешней агрессии, и, конечно, если поставить таким образом вопрос, конечно, сегодня большинство россиян поддержит усиление военной мощи и защищенности от внешних угроз.